Главной военной прокуратурой по следам этого злодеяния показала, что все они были членами подпольной организации «Молодая гвардия», которая, начиная с сентября 1942 года, распространяла листовки, совершала поджоги, диверсии и вообще сделала многое, чтобы в Донбассе гитлеровцы не чувствовали себя хозяевами жизни. Разгром организации произошел в январе 1943 года после предательства одного из членов. События эти послужили основой для романа Александра Фадеева «Молодая гвардия», написанного в 1946 году. Год спустя Сергей Герасимов снял по книге одноименный фильм. В результате вся страна узнала имена Олега Кашевого, Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой и других молодогвардейцев. В работе над книгой Фадеев использовал документы следствия по делу молодогвардейцев. Общался с родными подпольщиков, с очевидцами, и предложенная им версия стала как бы официальной точкой зрения на то, что случилось в Краснодоне в период фашистской оккупации. Более того, большинство героев в книге выведены под своими именами. Даже отрицательные персонажи, например, Зинаида Вырикова или Ольга Ляцкая, давшие предательские показания на допросах. Но одно имя из этого ряда выбивается. Это Евгений Стахович, главный предатель, который действует в романе. В официальном списке членов «Молодой гвардии» такого человека мы не нашли. Значит, это или собирательный образ, или псевдоним. Желание установить истину и ответить на вопрос, кем и как именно была предана «Молодая гвардия», привело нас к собственному расследованию краснодонских событий времен оккупации. И история эта, казавшаяся совершенно простой и ясной, из-за решения расшифровать спрятанного под именем Евгения Стаховича предателя, вдруг начала открываться нам совершенно неожиданной стороной. Краснодонская шахта номер 5. 17 февраля 1943 года из ее шурфа были подняты замученные и расстрелянные молодогвардейцы. 72 тела. Ребята и девушки в возрасте от 14 до 19 лет. Чем они так разозлили оккупантов, что те пошли на зверское уничтожение фактически детей? Что нужно было натворить, чтобы гестапо, полиция и жандармерия бросили на охоту за юными подпольщиками все свои силы? И вообще, что мы знаем о «Молодой гвардии»? Прежде всего, мы свели воедино всю доступную нам информацию о краснодонских подпольщиках. Кроме текста знаменитого романа «В разное время» было еще множество газетных и журнальных публикаций о «Молодой гвардии». В том числе, интервью с очевидцами тех событий, включая родных и близких погибших героев. Оказалось, что несколько молодогвардейцев сумели спастись. Воспоминания Василия Левашова, Валерии Бортс, Георгия Арутюнянца, Радия Юркина и других участников сопротивления также нам очень помогли в понимании общей картины событий. По воспоминаниям очевидцев, летом 1942 года, после захвата фашистами Луганщины, в шахтерском Краснодоне и окружающих его поселках стихийно возникло несколько подпольных молодежных групп. Они назывались «Звезда», «Серб», «Молот». В сентябре эти группы объединились. Новая организация получила название «Молодая гвардия». Имена ее руководителей хорошо известны по роману и фильму. Это Олег Кашевой, Иван Туркенич, Сергей Тюленин, Иван Земнухов, Василий Левашов и две девушки – Ульяна Громова и Любовь Шевцова. Общее количество молодых подпольщиков доходило до ста человек, разбитых на боевые группы. Ненависть, которую новые хозяева Донбасса испытывали краснодонскому подполью, имела под собой основания. Борьба с оккупантами действительно шла не на жизнь, а на смерть. Вот несколько примеров из нашего списка. В ночь на 6 декабря Сергей Тюленин, Любовь Шевцова, Виктор Лукьянченко сожгли здание биржи труда. Здесь находились документы людей, которых немцы приготовили к отправке в Германию. В результате отправка была сорвана. В ночь с 7 на 8 ноября группа Ивана Туркенича повесила двух полицейских. На груди казненных были оставлены плакаты. Такая участь ждет каждого продажного пса. А за сутки до этого молодогвардейцы отметили наступающую годовщину Октябрьской революции. Они вывесили на зданиях школы бывшего райпотребсоюза, больницы и на самом высоком дереве городского парка красные флаги. На школе номер 4 это сделали Сергей Тюленин и Степан Сафонов. Полдня полицаи пытались добраться до этих флагов. За это время здесь побывал почти весь город. Над слугами режима откровенно издевались. За что начальник полиции Василий Соляковский получил нагоняй от хозяев. Вот что пишет об этом событии жительница Краснодона Литвинова. Когда я увидела на школе флаг невольная радость, гордость охватили меня. Я разбудила детей и быстренько побежала через дорогу к Мухиной. Я застала ее стоящей в нижнем белье на подоконнике. Слезы ручьями расползались по ее худым щекам. Она сказала, Мария Алексеевна, ведь это сделано для нас, советских людей. Она вспомнит, мы нашими не забыты. Вот еще несколько операций, проведенных подпольщиками. 9 ноября группа Анатолия Попова уничтожает легковую машину с тремя высшими гитлеровскими офицерами. 15 ноября группа Виктора Петрова освобождает из концентрационного лагеря в Кутере-Волчанске 75 бойцов и командиров Красной Армии. В начале декабря группа Евгения Машкова сжигает три автомашины с бензином. Через несколько дней после этой операции группа Сергея Тюленина отбила у немцев 500 голов скота, отобранного у жителей. Кроме того, когда немцы попытались восстановить работу одной из угольных шахт, Юрий Витциновский подпилил трос подъемного механизма. Это привело к серьезной аварии во время пробного пуска. Германия очень рассчитывала на донецкий уголь, но не получила его ни тонны. Сюда нужно добавить регулярно появлявшиеся в городе листовки с фронтовыми сводками. Еще множество эпизодов, говорящие о том, что в городе действовала именно организация, которую немцы, и особенно полицай, боялись, и которая была для германских властей как кость в горле. И операция по ее удалению стала для оккупантов вопросом номер один. Все силы и возможности были брошены на то, чтобы установить подпольщиков и в конечном счете их уничтожить. И это, к сожалению, удалось. Как нам объяснили специалисты, в 1943 году по факту расстрела молодогвардейцев главная военная прокуратура возбудила уголовное дело. В его рамках были привлечены к ответственности несколько человек, которые на допросах дали предательские показания. Но выяснилось, что эти люди о молодой гвардии знали мало. Их информация не могла привести к полному провалу организации. Это первое. А во-вторых, молодогвардейцы, против которых свидетельствовали предатели, к тому времени уже находились в застенках. В результате, на основании показаний пойманного полицая, появилась версия, что информацию о подпольной организации мог дать один из руководителей, который не выдержал допросов, так как эти свидетельства поступили от полицая и по ряду причин не могли быть перепроверены, осторожный Фадеев не стал называть имя человека прямо, а использовал псевдоним. Теперь всю эту информацию мы должны проверить сами. Но где именно дело находится сейчас? В Москве или в Киеве? Соответствующие запросы мы сделали, а пока в ожидании ответа продолжаем анализировать доступную информацию. Неужели люди, пусть даже молодые, но сильно рискующие жизнью, никак не обезопасили организацию от возможных провалов? Или они не понимали, что играют в буквальном смысле этого слова со смертью? Организация «Молодая гвардия» состояла из нескольких подпольных групп. Они были так по месту жительства разбиты на пятерки. У каждой пятерки был руководитель, командир этой пятерки. Он официально должен был знать только участников своей группы. И он же официально должен был выходить на одного из руководителей подполья. В случае провала он, допустим, или он, или кто-то из этой пятерки мог рассказать только о своей пятерке. Остальных участников организации они фактически не знали. Сами подпольщики вполне отчетливо представляли себе, на что идут и возможные последствия провала. Это видно из текста клятвы, которую каждый давал при вступлении в организацию. Мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героя шахтеров. Если для этого потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь, смерть за смерть. Несмотря на все принятые меры, молодая гвардия оказалась разгромленной. Причем практически полностью. Исходя из масштаба катастрофы, мы сделали предположение, которое помогло нашему расследованию в разгадке имени предателя. Рядовой боец такой урон наверняка нанести не смог бы. Сработала бы система конспирации. Поэтому мы предполагаем, что предателем мог быть один из руководителей. Тот, у кого был максимум данных о всей команде. Из семерых нам известных членов штаба трое погибли в шахте номер пять. Ивану Туркеничу и Василию Левашову удалось скрыться. Они порознь сумели перейти линию фронта и вступили в Красную армию. А это значит, что оба прошли доскональную проверку в особом отделе. Как известно, она была обязательна для всех, кто побывал на оккупированной территории. Туркенич погиб в 1944 году при освобождении Польши. А Василий Левашов стал военным моряком и умер совсем недавно, в 2001 году. Гибели в шахте номер пять также удалось избежать Любови Шевцовой и Олегу Кашевому. Шевцова была, тем не менее, выслежена, схвачена и привезена в город Ровеньки, где находилась окружная жандармерия. Под Ровеньками совершенно случайно был задержан и Олег Кашевой. На допросах жандармы установили принадлежность ребят к молодой гвардии. Здесь же, в Ровеньках, оба были расстреляны. Казалось бы, все просто. И Шевцова, и Кашевой вне всяких подозрений. Тем более, что Олег Кашевой главный герой романа Александра Фадеева. Комиссар молодой гвардии. Комсомольский рыцарь без страха и упрека. Но оказалось, что в гибели Олега в Ровеньках уверены не все исследователи. Работая над жизнеописанием молодогвардейцев, мы проверяли различные легенды и даже слухи, которые попали на страницы печатных изданий. Одна история, рассказанная очевидцами, нас очень заинтересовала. Оказывается, в 50-е и в 60-е годы Олег Кашевой несколько раз приезжал в Краснодон, бывал на могиле своих товарищей и даже на своей могиле в Ровеньках. Виделся с матерью Еленой Николаевной. Более того, соседи слышали, как он называл ее мамой. В качестве доказательств в ряде статей фигурируют фотографии, сделанные действительно в 50-е годы прошлого века. На них Елена Николаевна и молодой мужчина, очень похожий на Олега Кашевого. Вывод авторы делают однозначный. Расстрел Кашевого это операция прикрытия. Сам он ушел с немцами, а далее следует намек, что провал молодой гвардии лежит на совести Олега Кашевого. Александр Фадеев узнал об этом из документов следствия, но ничего в романе менять не стал. Просто предателя вывел под псевдонимом. Первое ощущение от этой информации было «Мы на пороге открытия». Кто породил молодую гвардию, тот ее и убил. Но сразу возник ряд вопросов. Если Олег ушел вместе с немцами и эмигрировал за океан, кто бы позволил ему в советские времена запросто приезжать оттуда в Краснодон? Тем более, если он был предателем. Как известно, такие преступления срока давности не имеют. К сожалению, до сих пор нет ответа на наши запросы о деле молодогвардейцев. Знакомство с этими материалами помогло бы нам многое расставить по своим местам. А пока мы перепроверяем информацию, полученную об Олеге Кашевом. Итак, он задерживается жандармами под Ровеньками. И что происходит дальше? В 7 километрах от Ровенькова на станции Картушина. При переходе железнодорожного полотна он был арестован железнодорожной жандармерией. Причем арестован просто как подозрительный человек. При обыске у Олега нашли пистолет, чистые бланки временных комсомольских удостоверений. Таким образом он попадает в застенки Ровеньковской полиции жандармерии. После долгих пыток и допросов Олег Кашевой вместе с друзьями 9 февраля 1943 года были расстреляны в гремучем лесу. А 14 февраля город Ровеньки был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. То, что Олег ушел с немцами также оказалось вымыслом. Мы нашли доказательства. Когда была вскрыта братская могила в Ровеньках на опознание приезжала Елена Николаевна Кашевая. Этот эпизод был описан в газете Роднянская Баткивщина в номере от 20 февраля 1943 года. Журналист писал, что Елена Николаевна не сразу узнала сына. Среди двух десятков тел лежал молодой парень с совершенно седыми висками. Это был Олег. И так мы выяснили, что Олег Кашевой погиб так же, как и остальные его товарищи в январе 1943 года и предателем быть никак не мог. Тогда кто же сфотографирован рядом с Еленой Николаевной и кого именно видели соседи Кашевых несколько лет спустя? Ответ на этот вопрос мы нашли, когда начали изучать так называемую фотографию матери с сыном. Точнее, у нас возникла догадка, которая подтвердилась. В Краснодон приезжали артисты, сыгравшие в фильме Сергея Герасимова роли молодогвардейцев. Актер Владимир Иванов исполнивший роль Олега Кашевого был очень похож на своего героя. Не он ли снят на знаменитой фотографии? К сожалению, самого Владимира Иванова уже нет в живых, но мы пообщались с его коллегами по фильму. Это Володя Иванов, наш исполнитель роли. Я не знаю, сколько раз он ездил в Краснодон. Фильм уже вышел, он уже с лауреатской медалью, в 49-м мы получили, ну, где-то после 49-го года. Итак, мы развеяли один из мифов и отвели от Олега Кашевого день, которая на него была незаслуженно брошена. Но ответа на вопрос, кто же предатель, мы пока дать не можем. Нет ответа и на наши запросы в архивы спецслужб России и Украины. И мы продолжаем собственное расследование. Сопоставляя героев Романа Фадеева с реальными молодогвардейцами, мы отметили одну странность. Все более или менее заметные фигуры Краснодонского сопротивления им описаны, кроме одного человека, который, тем не менее, фигурирует в воспоминаниях оставшихся в живых подпольщиков и других очевидцев. Более того, он описан как командир одной из самых отчаянных боевых групп и по ряду свидетельств он был также членом штаба молодой гвардии, ее руководителем, наряду с семью, уже названными нами героями. Это Виктор Третьякевич Почему Фадеев увел этого человека в тень? Еще в начале расследования мы остановились на предположении, что полный разгром молодой гвардии стал возможен потому, что ее предал один из руководителей, поименно знавший большинство членов организации. Мог ли этим человеком быть Виктор Третьякевич? Известно, что Третьякевич был арестован в начале января 1943 года одним из первых. И одним из первых был подвергнут допросам и истязаниям. Мы уже говорили, что, несмотря на то, что арестанты сидели в застенках, им удавалось передавать на волю письма и записки. Многие из них сохранились. И в одном из писем была информация со ссылкой на подслушанные слова замначальника полиции Захарова, что Третьякевич не выдержал пыток, сломался и начал всех выдавать. Что ж, выдержать пытки не каждому дано. Наверное, поэтому Фадеев и не стал писать о Третьякевиче специально. Зачем унижать человека, который оказался слабее своих товарищей? Поэтому и образ предателя писатель сделал собирательным, назвав его Евгением Стаховичем. Сделав это предположение, мы могли бы посчитать наше расследование почти законченным. Но чтобы действительно поставить точку, мы должны изучить до конца все материалы о Третьякевиче и все-таки своими глазами увидеть документы следствия, которые проводила военная прокуратура в 1943 году. Если свести воедино ряд материалов, посвященных Третьякевичу, то можно выделить несколько острых моментов. Именно его большинство краснодонцев воспринимало как прообраз предателя Стаховича в романе Фадеева, в том числе и оставшиеся в живых молодогвардейцы. И это клеймо предателя долго отравляло жизнь семьи Виктора Третьякевича. Мы пытались выяснить, какие привилегии достались Виктору Третьякевичу из-за того, что он пошел на контакт с полицией. Может быть, он и стал тем человеком, который, по слухам, ушел со вступающими немцами. Оказалось, что в числе прочих молодогвардейцев Виктор Третьякевич был расстрелян и сброшен в шурф шахты номер пять. Когда его подводили к краю пропасти, он схватил за плечи замначальника полиции Захарова и попытался прыгнуть в яму вместе с ним. Немецкий жандарм ударил Виктора пистолетом по голове и этот удар спас полицаю жизнь, а Захаров выстрелил в Третьякевича. Мы оценили деликатность Фадеева, не ставшего вешать на погибшего парня ярлык предателя. Погиб он геройски, а то, что не выдержал пыток, так не дай Бог кому-либо из нас испытать это на себе. Наконец начала поступать информация из специальных архивов. Оказалось, что большая часть материала следствия по делу молодогвардейцев находится на территории Братской Украины, в Луганске, совсем недалеко от Краснодона. В деле Виктора Третьякевича, честно говоря, мы не ожидали обнаружить что-то новое. Но, к счастью, ошиблись. В 1959 году органами госбезопасности Украины был задержан один из ушедших от возмездия и объявленный в розыск полицай Василий Подтынный. Он показал, что на допросах Третьякевич никого не выдал и был оклеветан замначальника полиции Захаровым. В результате клеймо предательства с Виктора Третьякевича было снято, а сам он посмертно награжден орденом Отечественной войны. Материалы следствия это, пожалуй, самая главная наша находка в данном расследовании. К счастью, никто из тех людей, которым мы изначально симпатизировали, не был предателем. Ни Олег Кашевой, ни Виктор Третьякевич. А значит, вопрос о том, кто предал организацию и как получилось, что, несмотря на конспирацию, она оказалась разгромленной, этот вопрос вновь стал актуален. Теперь мы можем опереться на данное следствие. И так, картина событий, которые привели к провалу Краснодонского подполья, выглядит следующим образом. В ночь на 27 декабря 1942 года группа Виктора Третьякевича похитила новогодние подарки, предназначенные для солдат германской армии. Налет на грузовик власти восприняли как личное оскорбление и дали задание полиции найти следы. На следующий день на рынке был задержан мальчик Иван Пузырев, торгующий ворованными папиросами. Избитый в полиции он указал на Виктора Третьякевича и Евгения Машкова. В результате были схвачены они и еще Иван Земнухов, пришедший в полицию к друзьям на выручку. Но массовые аресты начались несколько позже. Оказывается, на молодогвардейцев был донос, который написал их же товарищ. Текст его на допросе воспроизвел один из пойманных полицаев. Вот он. Я нашел следы подпольной молодежной организации. Когда я узнал ее руководителей, я вам пишу заявление. Прошу прийти ко мне на квартиру и я расскажу вам все подробно. Мой адрес улица Чкалова номер 12 ход 1 квартира Громова Василия Григорьевича 20 12 42 и подпись Почепцов Геннадий. Письмо Почепцов написал, когда 1 января увидел, что полицай ведут под конвоем его друга Евгения Машкова. Почепцов побежал к отчиму, осведомителю полиции, рассказал, что он член подпольной организации и что уже начались аресты. Отчим Василий Громов и посоветовал Почепцову написать донос. А чтобы самого не арестовали, оформить донос задним числом. Мол, уже тогда хотел обо всем доложить. Так и появилась дата 20 декабря. Потом, когда в город вошла Красная Армия и были схвачены служившие немцам полицаи, они на допросах подтвердили, что Почепцов стал первым и главным информатором. Фадеев об этих обстоятельствах знал, но почему-то в тексте романа образ главного предателя сделал собирательным. В результате ярлык Иуды был повешен на человека, который был не только фактическим руководителем молодой гвардии, но и вел себя геройски до конца. Подводя итоги нашего расследования, мы пришли к выводу, что пока невозможно ответить на вопрос, почему все-таки оказалась проваленной вся организация. Версия о предательстве Третьякевича оказалась несостоятельной. Но может быть есть какие-то предположения у специалистов? Согласно документам, которые у нас хранятся, шли заседания штаба молодой гвардии. На заседаниях штаба могли быть только члены штаба. Однако, по воспоминаниям живых молодых гвардейцев, на некоторых заседаниях штаба присутствовали рядовые участники молодой гвардии. Это была не столько конспирация, сколько игра в конспирацию. Они все хорошо друг друга знали. И это, наверное, один из важных моментов в провале организации. После реабилитации Третьякевича в воздухе как бы повис вопрос, кто же были те иуды, которые провалили всю организацию и как бы остались в тени, ушли от возмездия. В 1961 году была сделана попытка начать новое следствие, но выяснилось, что спустя полтора десятка лет после войны в живых не осталось никого, кто бы мог дать дополнительные показания. В результате следствие зашло в тупик и дело было официально закрыто. На вопрос, кто же предал молодую гвардию, власти ответить так и не смогли. Что касается вопросов предательства, интересный вопрос. И однозначно до настоящего времени мы на этот вопрос ответить не можем. Все архивы, в которых хранятся документы о деятельности молодой гвардии, а их достаточно много, все нами хорошо исследованы. Нигде мы не можем найти вопрос и вряд ли, я повторяю, теперь найдем вопрос, как на самом деле было. Размышляем над тем, что же все-таки могло привести к таким огромным потерям, мы, кажется, теперь близки к ответу на этот вопрос. И лежит он совсем в другой области, нежели предательство. Вспомним, что большинство подпольщиков были подростками и они не отдавали себе отчета в том, что играют со смертью. Романтика и героизм победили инстинкт самосохранения. Когда были схвачены первые молодогвардейцы и стало понятно, что речь идет о крупном молодежном подполье, немцы отдали приказ хватать в Краснодоне и окрестностях всех подряд и уже на допросах выяснять, причастен арестованный к подполью или нет. Это подтверждает история с Выриковой и Ляцкой. Они в организацию не входили, но тем не менее были схвачены, подвергнуты допросом и отпущены. Поведение молодогвардейцев было совершенно иным. Пощады они не просили, а напротив открыто демонстрировали презрение к оккупантам и их прислужникам. Каждый сам сделал свой выбор для себя, а в результате погибли все. Среди множества книг, посвященных молодогвардейцам, мы нашли одну, которая из общего ряда сильно выделяется. Появилась она на свет совсем недавно. Заставила ее взять в руки прежде всего имя автора. Созвучное имени выведенного в романе Фадеева предателя. Евген Стахев «Через тюрьма, подполья и границы». Повесть моей жизни. Судя по всему, автор тоже бывший молодогвардеец, которому удалось спастись. Интересно. Трактовка событий, предложенная автором, оказалась совершенно неожиданной. Действительно, молодая гвардия существовала, но боролась она не с немцами и их приспешниками, а в основном с коммунистами. Вот характерная цитата из этой книги. «За два года немецкой оккупации на Донбассе мы вообще не встретили ни одного сторонника Сталина. Вместо этого были наши листовки и остались документы гестапо, свидетельствующие, что там активно действовало националистическое подполье». Судя по книге, руководил этим подпольем в Донбассе именно Евгений Стахев, который в итоге ушел и от немцев, и от москалей и после войны уехал жить в Америку. Историю молодой гвардии уже много лет сопровождает слух, что был некий человек замешанный в предательстве, который ушел с немцами, а потом перебрался за океан. Действительно, не Стахев или Фадеев зашифровал под именем предателя Евгения Стаховича. «Кто такой Евген Стахев? Просто один из участников, многочисленных участников ауновского движения или националистического движения. Мало ли таких было. Кто такой Евгений Стахович? Отвечай, никто. По заявлениям Александра Фадеева, это просто собирательный образ предателя Родины. И вот, пользуясь созвучием имени и фамилии, Евген Стахев начал сообщать в средствах массовой информации о том, что якобы именно с него Александр Фадеев писал образ предателя молодых гвардейцев. Служба безопасности Украины, которая, оказывается, проверяла данные Настахева, на наш запрос ответила, что к молодой гвардии этот человек отношения не имел. Но историю молодой гвардии он пытается исковеркать, это точно. Да и не он один. Уже в последнее время стали появляться публикации, авторы которых, ссылаясь на рассекреченные архивы, бьют себя кулаком в грудь и пытаются доказать, что все написанное Александром Фадеевым выдумка, созданная по заказу Сталина и коммунистической партии. И что на самом деле никакой подпольной молодежной организации в Краснодоне не существовало. А была группа непрекаянных молодых людей, которая накануне Нового года ограбила грузовик с подарками для германских солдат. За что и поплатилось. Мы по собственному опыту знаем, что многие события в нашей истории, в реальности которых никто не сомневался, вдруг действительно оказались или мифами, или были сильно искажены, например, в угоду социальному заказу. В отличие от многих мифов, история молодой гвардии подлинная. Это не миф коммунистической идеологии, не выдумка писателя Александра Фадеева, а действительно боевая организация молодежи, которая заслуживает и добрых слов, и светлой памяти. К ним в дом пришел враг, и они взяли оружие для того, чтобы защитить себя, своих отца и мать. А это значит свой дом, а это значит свою улицу, а это значит свой город, а в конечном итоге это значит свою родину. Молодая гвардия была